Ну наконец-то! Наконец-то новый квест на экзотик, в котором не нужно ни в рейд бежать, ни десяток часов в пвп сидеть. Да еще и экзот абсолютно новый и оригинальный. Лук Дыхания Левиафана. Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, и я рад вновь видеть тебя на канале Трипл Вайп. Любишь луки? Что? Недостаточно мощные? Ну, согласен, конечно. Но это точно не про новый лук, который мы выбьем тебе сегодня. Кому доступен квест? Всем обладателям актуального сезона Бессмертия. Есть ли ограничения по уровню силы? Нет. Классовых ограничений? Разумеется, тоже нет. Сначала идем к нашему дорогому оружейнику Банши. Наш друг рассказал, что хочет, чтобы мы забрали новое оружие в его мастерской. Но как туда попасть? Прямо не говорит. Найти спрятанный проход в мастерскую оружейника можно прямо через ангар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В мастерской Банши вы обнаружили спрятанный лук. Беда в том, что он заперт на замок. Надо как-то открыть. Наверное, забывчивый Банши опять упустил этот момент, так что идем к нему и просим ключ. Хренушки, ключ потерялся. Нужно создать новый. Вот теперь-то и начинается квест. Первым пунктом в списке Банши указана высадка в полевых условиях и наполнение генератора боевыми данными. Извлекайте данные для нового кода пароля. Участвуйте в матчах Гамбита или налетах Авангарда. Хотите побыстрее? Окей. В Гамбит Прайм и Сумрачных налетах вы будете заполнять прогресс задания куда быстрее. За выигранный матч Гамбит Прайма дают 35%, за проигранный 25%, но за пройденный Сумрачный налет аж 50%. После этого гринт захода генератор ключей будет заполнен подходящими боевыми данными и теперь он может создавать бесчисленное множество кодов паролей. Такими темпами подбирать шифр к заветному экзоту мы будем долго. Чтобы как-то ограничить их генерацию, призрак предлагает наполнить генератор еще данными, но на этот раз более прицельно, причем буквально. Вам предстоит убивать вексов и кабал при помощи лука прицельными выстрелами, то есть в голову. Самое простое место для этого Левиафан, у нас же лук, дыхание Левиафана все же. Залетаете на нормал и в распределителе настреливаете жердяев до посинения и до выполнения полоски прогресса в квесте. Ну а пока вы убиваете толстокожих гуманоидов, рекламная пауза для спонсора. Некогда сидеть и тупо фармить? Очень хочешь сезонной пушки, но пугает количество требований квеста? Хочешь рейд закрыть, но не хватает нервов? Что ж, теперь тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени, нервов и сделают это быстро и качественно на любой платформе. Новый желанный экзот, закрытие рейдов, да даже прокачка персонажей. Все это доступно на сервисе двинг.нет. По промокоду Трипл Вайп ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%. Ссылка будет в описании. Назад к видео. После истребления противников, генератору ключей требуется еще немного данных. Прежде чем вы будете готовы вернуться к Банше за финальной авторизацией, чтобы еще больше сократить число сгенерированных ключей, вам нужно воссоздать условия, в которых Банше программировал самые первые коды. Сражения с армиями Красного Легиона в ходе Красной войны. Воссоздание былых подвигов новый тренд сезона в Destiny, так что в этот раз нас попросят завершить эпическое воспоминание о налете торговец оружием в европейской мертвой зоне на земле. Налет запускается не с какого-то особенного значка, а просто с карты ЕМЗ. Он не особо сложный, также на активности будет доступен подбор команды, если вы проходите квест в одиночку. Итак, вы провели все необходимые калибровки генератора ключей. Возвращайтесь к Банше 44 в город и после диалога с ним забирайте долгожданную награду из того самого шкафчика в мастерской. Чем примечателен лук? Это первый экзотический лук в третий слот, то есть лук, использующий тяжелые силовые патроны. Все ради этого перка, охотник на крупного зверя. Благодаря ему лук выпускает тяжелый снаряд, оглушающий противников без щитов. Перк обладает бонусом как эффективное средство против неудержимых воителей, то есть эффективен на сложных активностях, например сумрачном налете, рейде и охоте на кошмаров. Насколько часто будет использоваться этот лук по факту, покажет время. Если какой-то профит будет с него, то я непременно вернусь к нему в других роликах. А пока на этом все. Спасибо за просмотр и не забудь подписочку и лайк. Удачи леголаз!